МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Петербургское телевидение. С вами Анна Борисова. Депутаты Петербургского ЗАГСа не поддержали федеральный законопроект, направленный на борьбу с нецензурной лексикой, в первую очередь в СМИ. Благодаря чему в городских СМИ, с одной стороны, активно обсуждалась лояльность культурной столицы к МАТО, с другой предложение петербургских законодателей сократить языковые вольности, в первую очередь в театре и кино. Как можно поплатиться за нездержанность в Петербурге сегодня? Повысит ли культуру нашей речи новые меры? Все это обсудим сразу после выпуска новостей. Передаю слово Алексею Сегаеву. Алексей, добрый вечер. Я надеюсь, вы будете сдержаны в своем выпуске. В смысле, без мата? Без запрещенных слов. Без запрещенных слов, да. Да, естественно, но вот жители Купчино сегодня без мата не обошлись. Подробности далее. Пошел пар, гейзер метров 10, потом начали выбрасывать камни там, землю. Купчино прорыв тепломагистрали на несколько часов остановил движение транспорта на ключевых магистралях района. Кипятком залило 300 квадратных метров. Незаконно установленные ларьки под снос. В Калининском районе начался демонтаж торговых павильонов. В средневековой Европе такой позорный столб использовали для наказания преступников. Их заключали в колодке и выставляли на главной площади на всеобщее обозрение. Тогда вряд ли кто-то мог подумать, что в наше время конструкцию будут использовать для любовных утех. И лицам до 18 вход воспрещен. В Петербурге открывается музей для взрослых. И в начале выпуска гендиректору Михайловского театра и председателю совета директоров компании GFC Владимиру Кехману запретили выезд за рубеж. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на судебных приставов, исполнительный лист связан с долгами Кехмана Сбербанку. Сумма более 285 миллионов рублей. Задолженность числится на Кехмане предпринимателе как председателя совета директоров компании GFC. Напомним, что в конце января в рабочем кабинете гендиректора Михайловского, а также в офисах и помещениях компании прошли обыски. Они были связаны с уголовным делом по статье мошенничества. Сейчас счета компании GFC выявлены и заблокированы. На основании судебного решения наложен арест на денежные средства в сумме около 400 миллионов рублей. Жители Купчино сегодня встревожил громкий хлопок. Затем повалили клубы пара. На пересечении Бухарестской улицы и Дунайского проспекта лопнула магистральная труба диаметром 700 миллиметров. Движение на улицах встало. Пошел пар, гейзер метров 10. Потом начало выбрасывать камни, землю. Ну, соответственно, все залито, вы видите, что растворится. Кипятком залило 300 квадратных метров. Прохожие не пострадали. По традиции досталось автомобилям, они попали в горячее озеро. В зоне коммунальной аварии оказались 4 жилых дома. Как сообщили нам в компании Теплосеть, отопление не отключалось. Оно подается по резервной схеме. Восстановить магистраль обещают к полуночи. В Петербурге демонтируют очередную партию незаконных торговых точек. Сегодня сносу подверглись три павильона в финском переулке Калининского района. Срок аренды земельных участков, где были построены кафе и магазины, истек еще 5 лет назад. Но все это время предприниматели продолжали торговать, несмотря на требования власти освободить территорию. Дмитрий Зименкин с подробностями. Перед началом демонтажных работ на финском переулке строители были насторожены. Снос ларьков, пускай и незаконных, это всегда риск. Редко обходится без конфликтов и угроз со стороны предпринимателей. На всякий случай за углом дежурит наряд полиции. Первый павильон. Аренда земли закончилась еще в прошлом десятилетии, но работать точка продолжает. А значит, идет под снос. На очереди еще два таких же. Параллельно коммунальщики отключают объекты от электричества и водоснабжения. Пока все идет мирно, но, конечно, не без эмоций. Это несправедливость. Все равно ломать, да? До вечера. Все равно? Я не виновата. Бог свидетел. Заложниками вполне законной ситуации становятся как раз эти люди. Владельцы кафе и магазинов. Они терпят убытки и теряют рабочие места. О том, что фирма, которая сдает бизнесменам эти территории уже пять лет, делает это нелегально, они якобы не знали. Говорят, их дело маленькое. Исправно платить арендатору по счетам и работать. За электроэнергию нас высчитывают на всю катушку. И за аренду тоже, а ведра вот так стоят. Чашки кофе, эти банки кофе были подняты все. Вот на такие вот перевернутые миски, потому что все текло. Это нужно сказать спасибо только нашим этим, арендодателям. Встретиться с самим арендатором не удалось не только нам, но и властям. Уже не первый год они пытаются заставить бизнесмена освободить захваченную городскую территорию, шлют повестки в суд, но все тщетно. Помимо того, что на протяжении более пяти лет предприниматели использовали земельные участки незаконно, не платя арендную ставку, соответственно, это некий ущерб городу, имуществу городской казне. Помимо всего прочего, они также еще незаконно подключались к электроэнергии от соседних домов и к водоснабжению. Убытки городской казны арендатору все равно придется компенсировать. Что же касается субарендаторов, то ущерб, который они понесли, придется отвоевывать самим и уже в судах. В то же самое время на Гражданском проспекте 77 в продуктовом павильоне мирно протекает торговля, а ларек по-прежнему привычно вписывается в местный пейзаж. Но это лишь до поры, ведь уже завтра это строение, которое, как оказывается, тоже стоит здесь незаконно, будет демонтировано и вывезено на склад временного хранения. Дмитрий Зименкин, Алексей Кривощоков, Олег Пильников, Телеканал Санкт-Петербург. Губернатор и Совет ректоров вузов сегодня подписали новое соглашение о сотрудничестве. На церемонии присутствовали помощник президента России Андрей Фурсенко и вице-губернатор Василий Кичиджин. В документе прописано много совместных планов, среди них развитие студенческой инфраструктуры, отбор кадров, экспертиза и разработка законов в сфере образования. До сих пор еще существуют проблемы, серьезные проблемы, связанные с внедрением инновационных разработок, научных разработок, которые осуществляются в вузах в реальный сектор экономики. И здесь, мне кажется, таится просто огромный потенциал будущего развития города Санкт-Петербурга. В документе говорится и о поддержке молодых ученых. Несколько человек поощрили уже сегодня. Это студенты с ограниченными возможностями. Пять молодых людей, будущие врачи, экономист, педагог и художник, получили премии по 10 тысяч рублей. Следственный отдел Фрунзенского района сегодня открыли после ремонта. Помещения на улице Димитрова постарались сделать комфортными не только для сотрудников, но и посетителей. Губернатору Петербурга показали архив и комнату для детей. Она единственная в своем роде в России. Как в зарубежных фильмах, здесь есть двустороннее стекло. Находясь в соседнем кабинете, правоохранители могут слышать показания ребенка и наблюдать за ним, не мешая психологу и со-сработнику. Разговор зафиксирует видеокамеры. Мы четко выдерживаем рекомендации, по сути, ведущих европейских правоохранительных органов по работе с детьми. И потом вот эта видеофиксация, она может использоваться в качестве доказательства? Конечно, конечно. Эти данные могут быть представлены экспертам, которые могут сказать, что ребенок говорит правдиво, искренне. Трудиться в обновленном здании будут 19 оперативных сотрудников. Кстати, раскрываемость убийств и изнасилований в прошлом году во Фрузенском районе составила 100%. В законодательном собрании Петербурга поддерживают жесткие меры антитабачного закона, который принят накануне в Госдуме. Напомню, документ полностью запретит россиянам курение в общественных местах, в госучреждениях, вузах, школах, больницах, на стадионах, в ресторанах, поездах, на вокзалах и у метро. Вячеслав Макаров признался, что сам никогда не курил, и первые шаги на посту председателя ЗАГСа были связаны с полным запретом курения в помещениях Мариинского дворца. Также он прокомментировал законопроект, который запрещает госслужащим и депутатам иметь счета в иностранных банках за пределами страны. Документ направил в Госдуму президент. Важность этого законопроекта назаряла очень давно. Это совершенно справедливые требования к государственным служащим. Если вы работаете на государственной службе в Российской Федерации, то, безусловно, никаких счетов за границей и даже недвижимости, я считаю, быть не должно. Вячеслав Макаров подчеркнул, как только этот законопроект примут, изменения коснутся и региональных властей. Иметь счета за рубежом запретят всем чиновникам и депутатам. Представители Федеральной антимонопольной службы сегодня не явились в арбитражный суд на заседание по иску комитета по печати. Ведомство обжалует решения антимонопольщиков, по мнению которых комитет допустил нарушения при проведении конкурса на предоставление субсидий на выпуск и распространение изданий «Петербургский дневник» и «Петербургская фотохроника». В Уфас считают, что были допущены нарушения закона о защите конкуренции. Заседание перенесли на 13 марта. Сегодня на зимнем стадионе чествовали лучших спортсменов и тренеров Петербурга. Вручали ведомственные награды Министерства спорта, знаки отличия, а также присваивали звания. Всего в прошлом году спортсмены северной столицы привезли в родной город 443 медали с международных соревнований и 1200 с общероссийских. Награждение прошло в рамках заседания коллегии комитета по физкультуре и спорту, на которой обсудили итоги работы ведомства. Одно из главных достижений наравне с профессиональным в городе активно развивается и любительский спорт. В городе регулярно занимается 1 миллион 100 тысяч человек спорта. Вы знаете, это цифра, которая является вот таким маяком для очень многих европейских и других городов мира. Это очень хорошая цифра. Правда, я прекрасно понимаю, что нам все равно есть куда расти. Сейчас все усилия направлены на подготовку спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в Сочи. 34 петербуржца уже являются официальными кандидатами в сборную. К ним могут присоединиться еще 15 земляков. Отборочные соревнования впереди. В День всех влюбленных в центре Петербурга откроется музей для взрослых. В экспозиции тысяч предметов от античности до современности. Что прятали в спальнях аристократы, одну из первых узнала Мария Марченко. Ну, я, честно, конечно, не подсматриваю еще. Ой, а фотки хорошие. Пышногрудные красотки из 50-х, пожалуй, самое невинное, что есть в музее. Здесь все, даже самое сокровенное, на показ. На экскурсии режиссер эпатажного спектакля. Монологи Ви хоть и краснеет иногда, но считает, место идеально для вдохновения. Ну, это я лично исправил, так вот, если бы я очень хорошо. Да, вот этот вот экспонат, он был воссоздан по старинным чертежам. Вот, и по легенде, вот, такие же качели стояли у одного из помещиков царской России. Итальянец Джулиано Ди Капо глазам не верит. Ему афиши спектакля по городу расклеить запретили. А здесь, в самом центре Петербурга, в роскошных интерьерах начала 20-го века, выставлено то, что стыдливо прятали в спальнях аристократы. Вот это вот реплика русских мастеров на устройство, ну, назовем его условное, кресло или ложе любви, которое стояло в борделе у одного из британских монархов. Вот, и... То есть у монарха был собственный бордель? Да, да. О таком музее Александр Ругаев мечтал давно, как только увидел подобные в Париже и Амстердаме. Экспонаты, самые древние, из которых античные, искал на аукционах и барахолках, что-то подарили коллекционеры. Эту сказку для взрослых Пушкина с пикантным названием «Царь Никита и 40 его дочерей» принес автор иллюстрации. В Советском Союзе текст запретили к печати. Петербуржцы начала прошлого века скромностью не отличались. Фривольную книгу Маркизы в 1918-м можно было приобрести свободно. Рисунки сделал известный художник Константин Сомов. И таких произведений искусства здесь десятки. Организаторы настаивают. Главная цель – не шокировать публику, а просветить. Наша основная задача – это сделать просто интересное место о сексе и эротике. Учитывая, что это неотъемлемая часть, ну как можно это запрещать? Специально каким-то образом выпячивать это мы не собираемся. Вот, соответственно, здесь все будет легитимно, все с точки зрения входа. То есть ограниченный вход по возрасту. Поэтому будем жить в рамках закона. Просвещаться приходят в основном семейные пары и студенты. Если поначалу гости скромно отворачиваются от камеры, то к концу экскурсии не против публичности. Залезают в клетку, примеряют наручники. Все экспонаты можно трогать. Многие и не догадываются, что машины были орудиями инквизиции. В средневековой Европе такой позорный столб использовали для наказания преступников. Их заключали в колодке и выставляли на главной площади на всеобщее обозрение. Тогда вряд ли кто-то мог подумать, что в наше время конструкцию будут использовать для любовных утех. На самом деле ощущения очень странные. Чувствуешь себя беспомощной, хочется поскорее отсюда выбраться. Принцип интерактивности и формирования коллекции. Посетители просят приносить свои экспонаты на почетное хранение. Выставку организуют в апреле. И, судя по всему, там будет на что посмотреть. Спасибо за посещение. Приходите еще. Все будет хорошо. Мария Маршенко, Максим Ефанов, Нарина Степанянс, Оксана Бушмелева. Новости. Санкт-Петербург. В аэропорту Пулково с минуты на минуту должен приземлиться самолет, на борту которого в Петербург прибывает легендарная английская футбольная команда «Ливерпуль». В зале прилетов команду встречают фанаты. Правда, это не англичане, а российские поклонники мерсесайцев. Завтра пятикратный обладатель Кубка чемпионов в рамках Лиги Европы проведет первый матч против чемпиона России «Зенита». На игру съезжаются болельщики обоих клубов из разных городов России. Английских же фанатов ожидается не более двухсот человек. Так выглядят главные новости к этому часу. Через пару минут смотрите Петербургское телевидение с Анной Борисовой. Спасибо за внимание. До встречи. Добрый вечер в эфире Петербургское телевидение. Сегодня обсуждаем, как культурная столица борется с такой проблемой, как нецензурная лексика. И считаем ли мы, петербуржцы, это проблемой. А также, какие нововведения грядут в этой сфере. Сегодня в нашем разговоре участвует депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина. Добрый вечер, Марина Анатольевна. Директор и художественный руководитель театра «Приют-комедианта» Виктор Минков. Виктор Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. И доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Василий Химик. Василий Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. На голосование для вас, уважаемые зрители, мы выносим сегодня такой вопрос. А вы делаете замечание, если рядом ругаются матом? Телефоны для вариантов ответа «да» и «нет» сейчас вы видите на экранах. Также призываем вам высказывать свое мнение или задавать вопросы. Вы это можете сделать, дозвонившись в прямой эфир или через интернет-форум. Номера телефонов и адрес сайта тоже вы видите на экране. Ну а начать разговор я предлагаю с небольшого сюжета. В общем-то, с повода для разговора, который нам дали депутаты законодательного собрания. В Петербургском парламенте на прошлой неделе говорили о ненормативной лексике и способах борьбы с нею. Повод дал федеральный законопроект депутата Госдумы режиссера Станислава Говорухина, который предлагает штрафовать за употребление нецензурных выражений в СМИ. Поплатиться можно будет даже за стыдливое запикивание в эфире и многоточие в печати. Кроме СМИ под законопроект попадут книги, спектакли, фильмы, любые зрелищные мероприятия. Петербургские депутаты документ не поддержали. В Москву отправилась резолюция с формулировкой «Принятие законопроекта считаем нецелесообразным». Однако в ходе обсуждений возникло предложение отказывать в господдержке кино- и театральным режиссерам, которые не могут обойтись в своем творчестве без крепких выражений. Марина Анатольевна, насколько часто петербургские городские депутаты могут ответить в Госдуме с такой формулировкой «Считаем нецелесообразным»? Это прецедент? Да, давайте все-таки разберемся сразу. Вряд ли найдется в этой студии человек или среди нашего окружения, который за то, чтобы в публичной сфере звучала так называемая тубуированная обценная лексика. Мы все против мата. Другое дело, что наша комиссия, речь этой комиссии по культуре, образованию и науке, просто хватило сил сказать, что данный законопроект мне жизнеспособен. Вот в чем дело. То есть тем предложенным документом, которым мы располагаем, не решить эту проблему. Если касаться сферы СМИ, прежде всего, та, которая волнует меня как специалиста, мы просто подумали вот о чем. Понимаете, сейчас СМИ для журналистов будет запрет на то, чтобы освещать, собственно говоря, те события, которые произошли. Представляете, в реальной жизни кто-то позволит себе употребить эту лексику. А наказан будет тот, кто об этом рассказал. А наказан будут журналисты. То есть мы лишаем права людей на получение объективной информации в любой форме. Вот, собственно говоря, не наказываем инициатора этой информации. Я думаю, что это не совсем правильно. То есть мы не говорим о причине, а говорим о следствии. Поняла. Виктор Михайлович и Василий Васильевич, к вам как к зрителям обращаюсь, вы телезрителям. Вы согласны с тем, что именно СМИ заслуживают в первую очередь упрек за использование нецензурной лексики? Нет, я совершенно не согласен с этим. Средством вас информации отражает ту жизнь, которая есть, какая она есть. Виктор Михайлович, вы давно видели, слышали, читали где-то? Вы знаете, ну, я абсолютно согласен с Марией Анатольевной, с Василием Васильевичем, что, естественно, все сидящие здесь против мата, это даже не обсуждается. Мы все, надеюсь, приличные культурные люди и живем в приличном городе. И я абсолютно не согласен, что это, прежде всего, относится к средствам массовой информации. А вот вы представьте себе, вы встречали журналистов, общественно-политических каналов, других, которые бы, например, позволили себе это. Вот я за свою жизнь не могу представить ведущего, диктора, который взял вот в эфире или где-то, произнес это от себя. За это, во-первых, могут поплатиться, и не только сам журналист, а вообще-то канал может лишиться лицензии. В ходе обсуждения федерального законопроекта в ЗАГСе возникло и предложение альтернативное, которое уже в СМИ отразилось как некая инициатива лишать государственной поддержки театральной и кинопостановки, позволяющей себе словесную вольность. Это была одна из версий дискуссии. Она не получила отражения в итоговом протоколе, но как вариант того, чтобы ограничить, так сказать, получение государственных субсидий неким публичным каналом, так сказать, вот, возможно, лишать их. Но, еще раз говорю, это был один момент из обсуждений. Я не очень склонна считать, что этот момент, опять же, будет иметь силу, жизнь какую-то. Поэтому он не был принят в комиссии. Депутаты ведь еще из чего исходили? Ведь, понимаете, есть документы уже сегодня, регламентирующие эту сферу. Связанные с распространением информации среди несовершеннолетних, с изготовлением и распространением правил продукции, средств массовой информации. Есть документы, регламентирующие запрет на табуированную лексику. Мы их в процессе программы еще перечислим, да, дадим слово юристу. Сейчас небольшой сюжет, давайте посмотрим. Обзор смелых театральных постановок Петербурга. Ну, идите, нахуй! Ой, 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 нахуй! О! Постановку Лир, кстати, номинанта «Золотой маски», можно смотреть только с 18 лет. С 16 разрешен для просмотра спектакль «Кыся» по повести Владимира Кунина. А вот в русской антрепризе имени Андрея Миронова без возрастных цензов идет спектакль «Детектор лжи» по пьесе Василия Сигарева. Диалоги героев в нем сдобрены нецензурными выражениями. Виктор Михайлович, в одном из интервью вы отметили огромную разницу зрительской реакции в Москве и в Петербурге. Например, касательно именно постановки Лир. Ну, во-первых, для меня немножко откровение, спасибо большое за этот сюжет, потому что когда сейчас я добирался до телевидения, я ехал в машине и думал, какие же у меня спектакли остались ненормативной лексикой. И, в общем, действительно, наверное, только один Лир, если не считать одного неприличного слова, которого говорит замечательная петербургская актриса Лариса Лупиан в спектакле «Кто боится Вирджинии Вульф». Да, действительно, отличие очень серьезное. Отличие в том, что московская аудитория более свободно, более демократично принимает любые театральные веяния, любые театральные направления, происходящие в современном мире. И в этом смысле то, что происходит в Москве, нам, конечно, честно говорю, как человек, занимающийся театром, нам нужно очень-очень сильно тянуться туда. Я сторонник этого, что нам нужно именно тянуться. Что касается ненормативной лексики в театре, то я считаю, что это полное право художника, это полное право творца. Если это обосновано, если ты не выпендрешь какой-то, естественно, если это обосновано, если это лежит в конве спектакля, если это уж так необходимо, то тогда я считаю, что это имеет место быть, и мне кажется, что это запрещать ни в коем случае нельзя. А какие постановки, которые вы сняли с репертуара? Вы знаете, они были сняты отнюдь не из-за того, что там звучала ненормативная лексика, а скорее из-за того, что, если вы знаете, у нас театр «Контрактные беструппы», и очень многие просто артисты уехали в Москву и в другие города. То есть, исключительно по этим причинам? Абсолютно по этим причинам. А я считаю, что спектакль, и «Лето, которого мы не видели вовсе по пьесе Юры Клавдиева, и знаменитая пьеса, обошедшая «Шоппинг» и «Пи-пи-пи», которая обошла весь мир, они замечательные были спектакли. Василий Васильевич и Марина Анатольевна, ваше отношение не как филолога, не как депутата ЗАГСа, а с точки зрения зрителя, попавшего в зрительный зал? Вы знаете, на самом деле, мне кажется, что дело не в том, есть или нет такая лексика, дело в мире и в курсе. А зритель, образованный зритель у нас, он всё-таки такой ходит в театр, он это всегда почувствует, в какой мере это есть, насколько это оправдано. Потому что одним фактом это, конечно, можно убить и конкретный спектакль. На случае Лира Богомолова петербургский зритель не почувствовал. Ну, вы знаете, я не хочу сказать, что петербургский зритель не почувствовал. Василий Васильевич абсолютно прав. Петербургский зритель А, образован, Б, действительно отличает хорошее от плохое. У Лира есть столько поклонников, и я могу сказать, что на Лиру очень сложно попасть. Другое дело, знаете, я, может быть, приведу пример, в своё время другой спектакль, тоже в нашем театре, надел очень много шума, знаменитый спектакль про Турандот Андрея Могучего, когда ползала могло в антракте взять и уйти. По другим каким-то причинам. Это ведь вопрос приёма или не приёма спектакля. Но дело ни в коем случае не в этом. Марина Анатольевна. Я абсолютно согласна с Василием Васильевичем, потому что, ну, знаете, из песни слов не выкинешь. Если это к месту, если это соответствует художественному замыслу, либо соответствует объективной реальности, о которой идёт речь, то почему бы нет? Это слово, это жизнь. И знаете, ведь мы читаем Велера, мы читаем Пелевина, Войновича, Доглатова. Это люди, у которых табуированная обценная лексика встречается и встречается достаточно часто. Это не вызывает у нас отвращения, либо чего-то другое. Знаете, я хочу сказать, иногда та программа новостей, которую мы видим по современному экрану, где есть убийство, насилие, вот этот негатив действует значительно хуже на аудиторию, поверьте мне, чем вот та проблема, которую мы понимаем. Это была, кстати, одной из причин того, что мы не поддержали комиссии вот этот законопроект. Давайте сейчас всё-таки думаем о том, что идёт с экрана, что значительно опасен. У меня такое ощущение, что я в Сицилии живу, а не в России или в Санкт-Петербурге. Вот об этом мы почему-то молчим. Я даже мог бы добавить, что в таком случае, если бы такой запрет произошёл бы, ну, во-первых, закрыт очень большой список художественных текстов, начиная с Ольва Толстого в воскресенье. У меня даже есть этот список, я мог бы его, там, три или четыре десятка наиболее известных имён. А во-вторых, самое главное, любой запрет обычно приводит абсолютно к обратному результату. Это примерно так, как было с гомосексуализмом. Это вызвало сейчас обратный эффект. Его обсуждают, им интересуются. В обществе даже термин Милоновщина подстрадился. Мне кажется, они собрались, я-то думал, что будет какой-то типа, подбирали людей, типа кто-то будет друг друга оппонировать, А мне кажется, у нас только трое собрались единомышленников вообще. А насколько вообще возможна экспертная проверка текстов художественных, проверка в плане запрещенных слов? Вы знаете, результат определённый и точно может быть только такой, есть или нет. А что касается дальше, последующего, здесь могут быть, как всегда, в художественных текстах, в искусстве могут быть споры. Одному покажется, что это вполне мотивировано, другому покажется не вполне, и эксперты никогда не дадут точного ответа. Собственно говоря, это ведь было при обсуждении. Понимаете, мы запрещаем журналистам, в СМИ сейчас, не просто говорить о факте, месте, где это произошло. Мы запрещаем ссылку на контент, в котором это произошло. В итоге мы запрещаем сам текст, весь текст. То есть мы, собственно говоря, перед журналистами даём табу на огромное количество текстов. Вот, жизненных. Вот в чём опасность. Об этом почему-то никто не говорит. Это немножко такое заявление, давайте запретим мат. И все люди говорят, да, как ужасно, депутаты за маты и так далее. Депутаты, в данном случае, просто очень профессионально подошли к теме. И сказали, вот мы этого хотим. Может быть, всё-таки нахать культуру народу, культуру семьи. Вот вы знаете, я тоже самое хотел сказать. Нормальные семьи ведь не ругаются. Мат – это только внешние выражения. Давайте вернёмся, я прошу прощения, давайте вернёмся к театральной сцене. Сейчас насколько регламентируется, в каком-то виде существует цензура, или всё на усмотрение руководителя и режиссёра. Нет, вы знаете, слава богу, и я надеюсь, что так и будет, никакой цензуры в последнее время, ну, будем так говорить, достаточно большой уже, последний период времени нету, и никто не регламентирует театр художника о том, что он должен ставить и какие слова должны там звучать. Запретов нет. Нет абсолютно. А есть ли случаи, когда рекомендуют снять с репертуара? Вы знаете, нет. Или убрать офисы. Нет, нет, я такого, честно говоря, не знаю. Другое дело, есть какое-то, опять же, чувство внутренней культуры у любого человека. Я могу, не буду называть, опять же, в своём театре некоторые примеры, когда я смотрел прогон или сдачу спектакля, ещё без зрителей, и рекомендовал режиссёру, ну, мне кажется, это здесь, ну, не надо. Ну, это необязательно. Были споры, в итоге два раза это было убрано, не потому что я нажимал, упаси Господь. Нет, я абсолютно свободный сам и даю свободу полную, и считаю, что должна быть свобода. И я хочу сказать, что мы настолько последнее время всё время говорим о том, запрещается, 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 запрещается. Слушайте, у меня такое ощущение, что скоро дышать запретят. И я в данной ситуации благодарен, будем так говорить, хотел сказать слово, продвинутой части законодательного, я бы сказал, даже культурной части ЗАГС собрания нашего, потому что это яркий пример того, что можно бороться с какой-то, извините меня, но это глупость, очередная глупость. Давайте называть вещи своими именами. Высказать своё отношение к возможному запрету контроля ненормативной лексики в искусстве мы дали сегодня нескольким известным петербуржцам. Давайте выслушаем мнение. Может быть, это единогласие всё-таки, царящее сейчас в студии, прекратится? Мне очень неприятно, если я слышу со сцены или с экрана идиоматику, потому что я считаю, что это не место для этого. Хотя это существует, и не будем делать вид, что в СССР секса не было. Был и так далее. И, наверное, где-то печатно это может иметь место, но лучше, так знаете, деликатно, с точечками. На мой взгляд, если мы проживаем в свободном обществе, то свободный автор в свободном обществе имеет право вставлять в свои произведения, отражающие с его точки зрения действительность, любые слова. А задача, так сказать, продающих организаций, это вот если в книжке там некие нехорошие слова есть, напишите на книжке, что они здесь есть. А я, взрослый человек-покупатель, разберусь, хочу я это читать или нет. В кино то же самое, напишите. От 18 и старше 21.35 поставьте рейтинг. Нужно, конечно, это сделать, но я бы хотел, чтобы они конкретно перечислили те места, в которых нельзя выражаться не только в театре и в кино, скажем, в бане, на стадионе, в поле, в общественных туалетах. То есть полный список, иначе инициатива будет недостаточно полной. Дума очень плохо анализирует возможности раздействия на людей, использующих нецензурную брать. Ну, еще добавлю высказывание Сергея Шнурова, в одном из городских журналов это появилось. Меня грядущие законы нисколько не пугают, мы живем во времена широкополосного интернета. Если ты снял замечательное интервью со Шнуром, что тебе мешает разместить его на Ютьюбе без пометки какого-либо телеканала? Это по поводу того, возможно ли выполнение законов. Как-то прокомментируете спикеру? Ну, во-первых, я думаю, что мы все поздравим Николая Витальевича Бурова с его юбилеем, который был вчера, с 60-летием, замечательного нашего артиста, и в свое время моего председателя комитета по культуре. Но, мне кажется, а спор это опять не получается. Все очень, по-моему, конкретно ответили, что если это да, то это может быть, если это действительно обоснованно. Но мы живем в свободном мире, мне кажется. Как будто с ними договорились-то. Слово зрителям. А как же, Катя пишет на нашем форуме, а как же мнение, что театр должен воспитывать мата, и так вокруг хватает, со сцены хочется слышать правильную речь? Ну, правильная речь еще бывает речью объективной. Еще раз говорю, я все-таки вернулась к причинам, почему у нас так много мата. Вот давайте так, у нас ругается на улицах мата, мы почему-то молчим. Мы замечания делаем, когда ругается. Мы можем сделать это замечание сейчас? Можем. Вот, понимаете, это практически... Мы знаем, насколько в процентном соотношении наши зрители решаются. Это очень сложно. Давайте сначала заставим чиновников, публичных людей не делать это на работе. Тогда уж журналисты не будут освещать это. Поэтому понятие правильной речи, это понятие еще объективной и реалистичной речи. Это тоже надо забывать. Если вдруг, все-таки федеральный законопроект, он затрагивает и контроль театра, да, если вдруг действительно будет принято решение лишить господдержки, каковы последствия? Вы знаете, ну, как законопослушный человек, конечно, наверное, я буду подчиняться закону, который будет принят. Но еще, знаете, я вспоминаю книги Оруэлла, 1984-й, могу еще несколько книг из мировой литературы привести. Я думаю, что пока никто не проникнет в мое нутро, что я думаю. И внутренний цензор себе я сам. И далеко не все, откровенно, законы, которые, опять же, были приняты в последнее время и в государстве, и в Санкт-Петербурге, мне нравятся и я поддерживаю. Да, я обязан подчиняться, но я свободный человек, и я буду говорить, что мне это не нравится. А если отличить от темы законопослушания, каков объем господдержки, то есть, например, в бюджете театра приюта комедианта, каков процент бюджета и собственных доходов? Ну, в этом смысле, знаете, я, чтобы меня потом не побили мои коллеги, потому что у приюта комедианта очень хороший процент собственных доходов и того, что дает бюджет. Если, действительно, вам интересно, обычно, то где-то 70-80% дает бюджет, 20-30% это собственные доходы театра. В основном, как мы знаем, от продажи билетов. В прошлом году у приюта комедианта 55% собственных доходов, 45% дает бюджет. Я думаю, что стоит все-таки оговорить, что речь идет не об инициативе ЗАГСа, которая завтра, послезавтра будет развиваться, а о том, что просто в ходе обсуждения в городском парламенте возникла и такая идея. Она опять возникла из-за того, что мы, поняв нежизнеспособность и нецелесообразность, собственно говоря, этой инициативы, пытались искать какие-то выходы. То есть найти, найти какие-то, понимая, что эта проблема есть, вот этого рода ограничения. Но мое личное мнение, что эти ограничения тоже не имеют никакой силы. Мировой опыт показывает, таких законов нет. Я вот таких примеров не знаю. И все попытки ограничить язык вот в этом виде, они были безуспешными. Ведь то, что мы сейчас делаем, оно не имеет аналогов в языковых полосах и их регулированиях. Маня, может один аргумент? Я вот сейчас вот слушал Марию Анатольевну. Безусловно, мы именно поэтому вас пригласили. Вы знаете, мне кажется, я вернусь к элементарному внутреннему воспитанию любого человека, родившегося и воспитанного. У меня такое ощущение, что мы все время запрещаем и все время так невольно оставим людей, которые занимаются разными профессиями, и что они какое-то вот, ну не до человека, какое-то быдло. Ну нормальный же человек, журналист, актер, режиссер. То есть профессия журналистов в топе рейтинга, профессии употребляющих в офисе. Я понимаю, но он не будет публично это делать. Тем более, ну давайте вернемся, если мы живем в Петербурге. Но не будет он это делать. Поэтому мне кажется, это некий внутренний цензор, который внутри нас должен быть. А запрещать запретный плод сладок мы знаем прекрасно по очень многим моментам. А потом смотрите, давайте так. Вот опять мы делим СМИ. Серьезные каналы себе не позволяли и не позволяют. Речь идет об употреблении официальной лексики. Прето, что на каких каналах там? Мусты, Дом-2 и что-то подобное. Это очень-то развлекательные. Это развлекательные каналы, там купированные идут, насколько я понимаю. Это выигранная лексика, все-таки в прямом виде не идет. Это, конечно, газеты Лимонка и что-то подобное. То есть определенные пласты журналистики, средств массовой информации, которые употребляли и будут это употреблять, запрещаем ли это, не запрещаем. Уйдут с этого канала, идут на другой. Поэтому мы что запрещаем? Вот я предлагаю обсудить текущие запреты, текущие законы, да, и их эффективность. Но сразу после рекламы, буквально через пару минут продолжим. В эфире Петербургское телевидение. Мы обсуждаем сегодня возможные грядущие меры борьбы с нецензурной лексикой. Предлагаю обратить внимание на то, какие законы сегодня могут наказать за крепкое слово. Слово юристу. У нас есть правовая норма, часть 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях в Российской Федерации, согласно которой за нецензурную брань можно быть привлеченным к административной ответственности и получить наказание в виде штрафа от 500 рублей до 1000 рублей или арест до 15 суток, административный арест. Единственное, но у нас нет в законодательстве понятия, расшифровывающего нецензурную брань. А бывали уже случаи, когда человек реально привлекался к ответственности? Насколько вообще эффективно работает закон? Да, бывали. Причем бывали случаи, когда людей привлекали вполне законно. Наряд патрульно-постовой службы проходит, слышит матное слово, составляет протокольчик на штраф. А бывает, ну, сами понимаете, чем вы докажете, что сказали матное слово, а протокольчик уже составлен. То есть, к сожалению, на мой взгляд, данная норма, она недостаточно урегулирована законодателем. Я добавлю, что есть еще в уголовном кодексе статья оскорбления, выраженная в неприличной форме закона о защите детей от вредной информации. Ну и, в общем-то, Роскомнадзор после трех предупреждений может лишить лицензии СМИ. Но можно ли говорить об эффективности наказания, как сказал наш эксперт, закон не определяет, а что же есть цензурная брань? Можно ли, да, закон, он же не терпит двоякого толкования, можно ли составить недвусмысленный список слов, контекстов, так, чтобы даже двухфилологов это не вызывало спор. Возможно ли? Видите, у нас это вызывает СМИ. Ну, как раз это самое сложное, это сделать, в принципе, невозможно. Я вам скажу, что слов источников таких семь. Из них одно, или, может быть, в каком-то смысле даже два устаревшие, а дальше от них производные. А кроме того, переносные значения. Производные суффиксальные, приставочные, а дальше идиобы. И таких набирается около двух тысяч единиц. А кроме того, огромное количество эвфемизмов. Некоторые из них уже тоже воспринимаются как невозможные, как абсурдные, как абсценные, как бранные. Поэтому здесь только в каких-то определенных очень случаях можно быть уверенным. А есть масса таких, когда мы никогда, лингвисты не придут к общему мнению. Так что здесь все очень непросто. У меня-то другая реакция на это. Слушайте, вы перечислили уже четыре. Еще один пятый закон. Ну и так четыре. Уже четыре петли. Четыре не самых эффективных. Ну хорошо, но их четыре уже есть. Ну что еще, давайте пятый, шестой. Может, в консерватории что-то поправить. Седьмой. Вот я думаю. Слово зрителям хочу дать. На самом деле, происхождение матерных слов уходит корнями в прошлое. Примеры, что обозначают некоторые слова, безобидные значения. Ничего плохого нет в матерных выражениях. Надо знать свою летопись. Это такая крайняя, конечно, точка зрения. Она в принципе верная. Но только здесь не летопись, а это история, языческая история. В самом деле, все эти слова, известная вот эта формула «твои ума», она абсолютно невинная изначально. Она означала всего лишь соединение Бога неба и земли для плодородия. Она произносилась как заклинание. Особенно эффективно, если произносили дети. И такой она была довольно долго. Но поскольку это языческая, здесь можно очень много рассказать интересную, поскольку это языческая традиция, она вступила в противоречие с христианской идеей. И тогда, когда христианство распространялось на Россию, она стала, естественно, бороться с язычеством. И вот тогда придавалось значение сексуальное, как бесовское, вредное. И от первых таких запретов, вот механизм запрета, результат получился совершенно противоположный, такой, но у которого нет у многих других народов. Тем не менее, сейчас, чтобы человек не почувствовал себя оскорблённым, услышав вот это выражение, нужно сопроводить это. Конечно, приходится считаться с тем, что есть. Поэтому я, зная всё это, я точно так же разделяю мнение коллег. Мне неприятно, наверное, это слышать. Давайте мнение зрителей выслушаем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Лариса Владимировна. Лариса Владимировна. Да, я работала в библиотеке. Взяла Тома Вознесенского, только что пришёл. И вы знаете, что я его закрыла на какой-то 30-й странице, может быть, потому что там мат. Балет. Я люблю классический балет. Мне неприятно видеть сексуальные, вот, на мелкие даже на сексуальные. Лариса Владимировна, а ваше предложение, каким вы видите решение проблемы? Воспитывать со школы. То есть не запрещать? Со школы, с детского сада, с ясель. Я всегда выступала против Курева и Мата. Я вырастила пятерых детей. Лариса Владимировна, спасибо большое за звонок. После начала, первых раз, я подумала, что как раз-таки это будет за запреты, за новые законы. Тем не менее, видите, мнение зрителей... Просто люди очень разумные. Да, мне кажется, Лариса Владимировна, на самом деле, абсолютно права. Конечно. Здесь нет никакого спора о том, что нужно воспитывать с детства. О том, что это плохо. Безусловно. Насчет балета, ну, как человек театральный, я могу поспорить, потому что... Ну, у меня вообще, наверное, к этому... Знаете, какое отношение вообще к моменту запрета? Ну, не хочешь? Ну, не смотри. У Олега Петровича другое мнение на форуме вопрос. Если государство дает деньги театрам и на кино, то, наверное, имеет право устанавливать свои правила, в том числе запрещая мат. Не согласен. Согласиться нельзя. Нет. Государство дает деньги наши, налогоплательщиков. Вот я хотела вернуться к этой теме. Вот у нас в последнее время такая идея, государство дает деньги. А что это за деньги? Они даны каким-то конкретным лицом. Это действительно бюджет российского, бюджет города, наши налоги, которые выделяются под ту или иную социально значимую программу. Ведь государство это не только правительство, это и эксперты, это специалисты в той или иной области, которые могут сделать вывод, хорошо это или плохо. А что значит? У государства уже есть какие-то нормы, а эти нормы обязательно связаны со словом нет. Но тем не менее, просто со стороны наш разговор уже может звучать как в защиту, да, нецензурной лексики. Тем не менее, понятно, победить нельзя бороться. Это неправильно, это неправильно. Мы в самом начале сказали нет. Этот разговор не может так. Мы все против того, чтобы это было. Только мы пытаемся разобраться в причинах, почему это есть и почему государство в лице нашей Государственной Думы предлагает такую форму борьбы с матом. Еще раз говорю, не форму того, чтобы дети воспитывались, ходили на спортплощадку, чтобы всем их не пили, чтобы им достаточно было денег на воспитание, на покупку книг. А мы знаем, сколько сегодня книга-то стоит? Хорошая-то книга сколько стоит? Книгу не купить, учебники платные, спортплощадки нет, а эмоции-то куда деть? Жизнь тяжелая. Книга, в общем-то, тоже может познакомить чуть раньше. Ну и так далее. Недоразумение восприятия того, что мы говорим, это просто неверный подход. Это как бы болезнь, знаете, сыпь на руке, значит, что надо ее припудрить, замазать чем-то. А это болезнь. А болезнь – это низкая культура в обществе. Давайте посмотрим небольшую подборку, подготовленную нашими редакторами, подборку из методов борьбы с нецензурной лексикой, выходящей за рамки Петербурга. В 17 веке на Руси за ругань и сквернословие били кнутом и секли розгами прямо на месте. Увы, приходилось часто менять палачей, поскольку наказуемых было ужасно много. Несмотря на то, что теннис называют спортом джентльменов, на Ундл-Доне пришлось создать негласный штаб по борьбе с руганью. Виновные платят большие штрафы. В Мильбурне существует специальная служба психологической разрядки, куда обращаются супруги во время скандала. Муж или жена набирают номер, и из трубки раздается поток ужасной брани. Это немедленно приводит скандалистов в чувство. В США изобрели устройство, которое распознает нецензурные выражения в телепрограммах и отключает звук. О популярности изобретения среди зрителей информации нет. В Белгороде местные власти приняли решение ввести штрафы в полторы тысячи рублей за использование нецензурных выражений в общественных местах. За несколько месяцев бюджет города пополнился за счет мата на 510 тысяч рублей. По поводу опыта Белгородской области, который действительно часто приводят в Россию как такой позитивный опыт, хочу добавить, что когда программа стартовала, то 30% штрафов шли на премии сотрудникам милиции. Вот вам еще один метод эффективной борьбы. Вот где самые главные матершины. Я только хотела сказать, это они демонстрируют нам культуру и речи, наверное. Аня, вы знаете, я хотел бы сказать такую вещь. Я думаю, что все мои собеседники сегодня согласятся, что главное это внутренняя культура. Абсолютно права телезритель, которая позвонила, это воспитание с детства. Абсолютно согласен. Семья. В себя, семья и прежде всего. И еще хочу сказать такую вещь, что не надо, вот мне кажется, говорить нужно обо всем. И мы сегодня говорим, конечно, на эту тему, но мне кажется, помимо пропаганды от самого известного депутата законодательного собрания, помимо вот этой проблемы, мне кажется, у нас есть гораздо более важные и насущные проблемы. А мы все их знаем. И прежде всего, наверное, чтобы наши старики, которые нам принесли жизнь, достойно жили. И таких проблем еще очень много, гораздо более важных, чем это. Вот и кажется, наверное, что этими проблемами нас привлекают заниматься для того, чтобы отвлечь от боли. Да, совершенно верно. И мы часто слышим это от избирателя. Вам что, больше делать нечего? У вас нет пробок в городе, у нас все нормально с отоплением, у нас все хорошо в школах. А вы с таким энтузиазмом обсуждаете важную. Но, поверьте, никто ли практически не решаем и таким путем проблему. Это был еще один из аргументов того, что наши депутаты все-таки отложили этот документ немножко в долгий ящик и сказали, давайте будем бороться с матом и инстезурной лексикой другим путем, делами. Чем больше будет хороших дел... Мы сегодня избирателей спросили, какие вы видите способы, методы решения борьбы с проблемой. Давайте послушаем. Вы пытались бороться с матом окружающих людей? Бесполезно. Говорила, обестылку. Никакого? Никакого абсолютно. Даже девушкам говорила. Девушки идут с парнями, парни не ругаются, они ругаются. Если человек не очень высоко образован, как бы, да, изначально, то так, в принципе, его не переделаешь. В нашей стране практически все имеют этот словарный запас, скажем так, но просто кто-то умеет в зависимости от контекста выбирать этот словарный запас, кто-то не умеет. И есть аудитории, в которых не пользоваться этим словарным запасом нельзя, тебя просто не поймут. Обычно ругаются люди подальше, отрезы, мало слышат. Ну, опьяно, сами понимаете. То поймут, то не поймут. Если я слышу, что кто-то ругается, обзывается, выражается нецензурно, я стараюсь пересекать и в то же время говорить, чтобы перестали это делать, это неприятно слышать. Кто как реагирует по-разному. А обычно как? Прекращают или посылают подачи? Нет, нет, посылают. По результатам нашего телефона вопроса, напомню, мы сегодня спрашивали вас, а вы делаете замечания, когда рядом слышите мат? Большинство, да, делают. Честно говоря, ожидали немного обратную историю. А я нет, я тоже делаю. Не страшно? Нет. Я думаю, что это бывает рискованно. Нет, ну я понимаю, но с другой стороны, ну я петербуржец, я родился здесь, в Ленинграде. Я хотел бы, чтобы в моем городе, где я живу, не ругались матом. А вы знаете, какое, извините, пожалуйста, эффективное средство, это пропаганда хорошей русской речи. Вот я тебе сказал хорошей, не правильной, которые все время говорят. Правильная речь может быть скучной совершенно, отвращающей, вызывающей в жизни вот эти самые слова. Какой? Хорошая речь. Хорошая русская речь. Что такое хорошая русская речь? Ну, разумеется, это и правильная, ясная, уместная, образная, эффективная речь. И любой, любой матершинник, любой вот, кому следует делать замечания, абсолютно точно хочет говорить хорошо, если он будет искать. Любой совершенно человек, он знает, что это успех. Так вот, пропаганда хорошей русской речи, образцы русской речи, пропаганда таких людей, которые так говорят. Вот это единственное средство. Это и пропагандой занимались. Вот это средство, а не запрет. Остается только поблагодарить вас за участие в разговоре депутат законодательного собрания Марина Шишкина, доктор филологических наук, профессор заведующий кафедры филологического факультета СПБГУ Василий Химик и директор художественного руководителя театра приют комедианта Виктор Менков. Спасибо вам огромное. Завтра в петербургском телевидении тема, которая даже у самого сдержанного петербуржца вызовет нецензурные слова. Будем обсуждать квитанции за коммунальные услуги.